Всем привет! Я Владимир Марков, человек, который играет на варгане, а в свободное от варгана время иногда изготавливает варганы. Сегодня будет такой разговорный ролик и тематика направлена на, вернее адресована мастерам, людям, которые делают варганы. Дело в том, что мы сейчас переживаем бум. До этого был бум исполнителей на варгане, он, к сожалению, сошел практически на нет. И сейчас наблюдается огромное количество новых и новых мастеров. И вот прежде всего этим новым мастерам, новичкам в варгане и в изготовлении варгана будет направлен этот ролик. Я хочу рассказать о том, как лучше всего презентовать свои варганы, как показать положительное качество варганы, которые вы сделали. Дело в том, что так, как это делают большинство мастеров, ну, не очень хорошо, на мой взгляд. А начать я бы хотел с того, что как раз вот, что такое новичок в варгане и как вообще это происходит. Варган удивительный инструмент. Он имеет огромный плюс, который одновременно является и минусом. Варган позволяет, вот взял новичок его, научился первым ударом, поймал что-то там внутри, первые звуки. И человек уже может играть, может ощутить себя музыкантом, может исполнять что-то очень красивое. Это происходит потому, что варган довольно гармоничный инструмент. У него, ну, в общем, какой обертон ни возьми, получается мелодия. Получается прикольная мелодия. Вот взял там два обертона и их меняя, даже если ты их не очень точно берешь, меняя их с определенной ритмикой, уже получается мелодия. Человек счастлив. И это огромный плюс, потому что эта особенность привлекает в наши ряды огромное количество новичков. Он же является и минусом, потому что если не развиваться, если, как бы, продолжать не обучаться, не постигать что-то новое, и не идти вглубь, то это затягивается человек, даже уходя из возраста новичка по возрасту, остается новичком по опыту. Как играют новички? Обычно это выглядит так. Я попытаюсь изобразить, хотя это очень сложно, потому что я давно так не играю. Смысл выглядит примерно так. Еще губами важно. Это типичная вещь, которую играет человек, и это типично то, как мастер обычно представляет свое творение. Вот слушайте, какой звук. А простите, как можно услышать звук, если как бы сам звук здесь не берется? Берется такой глиссандр бесконечный от одного звука к другому, очень неточный, и вот все время такое скачущее. Потом человек обычно еще включает какую-нибудь ритмическую фишку, которую знает, и, ну, как бы, все очень здорово, но понять, как звучит ваш варган, просто невозможно. Что бы я рекомендовал? Ну, прежде всего, учиться играть на варгане. Это очень хорошо при изготовлении любого инструмента. Все мастера хорошие, кто делает скрипки, там, гитары, они умеют играть на этих музыкальных инструментах. Они не являются топовыми исполнителями, но на уровне, там, училища они могут играть. То же самое и с варганами. Все мастера, кто делает топовые варганы сейчас, там, Фолкин Эсленд, я всех не назову, на самом деле, гораздо больше, там, Александр Дерновой, ну, и Тимур Вахитов и многие-многие-многие еще, они умеют играть либо на уровне, вообще, на мировом уровне, как Александр Дерновой, либо все равно умеют очень твердо играть все обертоны. Прекрасно играют открытые, закрытые звуки. То есть не просто, что придет в голову и куда колыхнуло, а четко знают, что зашито в их варганах. Поэтому учиться играть очень важно. Ну, либо, важно не просто потому, что вы сможете лучше презентовать ваш варган на ролике, а важно еще и для вас, чтобы понять, хороший вы варган делаете или плохой. Ну, либо надо просить какого-то человека, кто умеет играть на варгане, показать его положительные стороны. И то, собственно, что я хотел сказать. Как лучше всего показать ваш варган? Как я уже намекнул, надо показать отдельные ноты, как звучат отдельные ноты. То есть, как звучат открытые обертоны. Надо найти один какой-нибудь обертон и подольше, как можно чище его поиграть. Не перескакивая на другой, а просто показать, как звучит один обертон, открытый, например. Как звучит другой обертон, открытый. Ну, вот, например, так. Можно показать с вибрато и без вибрато, как он звучит. Потом показать закрытые обертоны, как звучат. И только после этого можно показать еще какие-то другие, так называемые, приемы на варгане. Вплоть до кукушки. Можно что-то показать отдельное от музыки. Как это звучит на вашем варгане. И только потом можно показать какую-то композицию, в которой можно какие-то сильные стороны. Почему это важно? Ну, вот, я человек, который давно занимается варганами. И вообще, строго говоря, по ролику, конечно, очень сложно судить по варгану. Но все-таки можно. Лучше всего на нем поиграть. Но чтобы судить по ролику по варгане, надо услышать одну ноту, чтобы было видно, какие призвуки у него есть. Гармоничная, негармоничная. Как вот это все сочетается вместе. Какой тембр. Чтобы расслушать хорошо тембр, нужно, чтобы долго позвучала одна нота. После этого, ну, там, сыграйте какую-нибудь композицию. Или так. Ну, говорить на эти темы, на самом деле, можно долго. Тут есть очень много нюансов. Нюансов по тембру. Ну, я хотел как раз намеренно сказать просто, просто подсказать, ну, такое самое главное. Самое главное это направление, которое вы выберете и будете развиваться. Всего доброго и успехов с варганами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok